кино было придумано для того чтобы развлекать ну или на крайний случай пугать аудиторию только потом высоколобые режиссеры решили кино вообще-то это тоже искусство так вот а кому нужно это искусство особенно если это какой-нибудь арт-хаус и снимается у нас в провинции в барнауле вот это и обсудим с режиссером дмитрием шарабариным мы все собрались в очередной раз полюбили друг друга и творчество тарковского путь режиссера провинциального вообще путь бесконечного разочарования ты все время догоняешь пусть который давным-давно ушел кино если на него посмотреть отстраненным взглядом является самым лучшим идентификатором того что вообще происходит культуре региона мы снимаем кино собираем команду проводим кастинг и на выхлопе ноль вымывание творческой среды связи с отъездом талантливых ребят все кто здесь остался и не уехал в москву они тоже думают о том что они когда-нибудь снимут алтайское кино наглые чиновники вытворяют непотребство в маленьком городе у этой истории шанса получить грант нет то если мне устает пятая точка во время просмотра я начинаю считать монтаж считать монтажные склейки длину кадра начать ему не удалось и найти это же тоже найти ну хотелось бы найти дмитрий здравствуйте здравствуйте ваша организация в которой вы работаете вы там что вообще делаете в двух словах вообще наверное не скажешь чем мы там занимаемся потому что когда я пытаюсь объяснить друзьям не на меня смотрят большими глазами видите в чем проблема на самом деле у нас называется центр кинематографистов алтай любая организация которая пытается собрать творческих людей вообще она обречена в некотором роде на провал потому что это и парадокс и абсурд одновременно каждый творческий человек он эгоцентричен и привести в какому-то одному знаменателю сказать ребят давайте вот под одним флагом пойдем что-то будем делать очень сложно тем не менее в общем и такую организацию придумали мы существуем уже два с половиной нет в семнадцатом году уже три с половиной года и сложилась такая ситуация что нужны были командные действия по объединению ресурсов творческих финансовых административных существовало и мы как представители просто единым фронтом но решили создать вот то что называется молодежным центром и каждый раз мы импровизируем собственно говоря один год у нас были сплошные показаны очень много показывали кино региональное под рубрика сделано в санкт-петербурге сделано в казани сделано в уфе потому что я много ездил в этот год по регионам общался с ребятами в какой-то будет у нас очень много съемок не снимаем кино или участвуем как кинокомиссия в организации логистики съемочной в прошлом году было достаточно много таких мероприятий сделано в петербурге сделано в казани вот сделано на алтай было что-то показать ну ребята вообще-то я 19 лет занимаюсь кино на алтае как первый фильм свой снял он вышел в эфире телекомпания тента был 2001 год и когда говорят об алтайском кино есть оно или нет я всегда вспоминаю сцену из фильма карнавальная ночь есть жизнь на марсе нет жизни на марсе доподлинно неизвестно поскольку иногда но есть временами его нет иногда кажется что вот еще немножко и у нас будет все но через какое-то мгновение у нас нет ничего поэтому кино снимается есть документальные проекты есть художественные проекты очень много начинается у нас проектов если открыть интернет и забитие снимается кино на алтае очень много ребят говорят ну все мы снимаем кино собираем команду проводим кастинг и на выхлопе ноль к сожалению в прошлом году кстати говоря был очень интересный проект олеся андреевской она выиграла грант 500 тысяч рублей на шукшинском на третьем шукшинском питчинге и мы снимали собрали команду профессиональную команду на это впервые вообще в алтайском крае была собрана такая команда это был интересный эксперимент ну вот расскажите для обывателя для человека который впервые я слышу слова питчинг и для него это звучит кучу это презентация проектов ты пишешь у тебя есть хорошая идея она может быть на уровне идеи я хочу снять фильм но я не знаю о шукшине например да или я хочу просто найти любовную какую-то историю и на уровне идею можно тоже разработать и презентовать продюсером на питчинге но шансов конечно будет меньше идея должна быть просто убийственно есть такое понятие на питчинге питчинговать в лифте ты едешь с 1 по 10 этаж продюсером и за это время ты должен убедить продюсера что твоя идея достойна финансирования экранизации если у тебя есть готовый сценарий конечно это облегчает задачу но в каком смысле облегчает продюсер уже имеет перед собой историю сюжет синопсис фабулу но у тебя есть риски что как раз на этом уровне этот сценарий выкинуть в корзину и все вот какие идеи предлагают и какие идеи готовы поддержать государственными деньгами ну как какую-то какого-то одно одного хоть одной общей идеи такой да вот сегодня молодежь снимает там вот про это ее нет конечно точно так же каждый художник мыслит индивидуально история есть совершенно разные уж 500 тысяч небольшие деньги когда в прошлом году на этот грант снимали историю мы снимали в алтайском крае в аллейском районе два села 5 съемочных дней и скажу что конечно очень маленькие деньги для того чтобы команды в 20 человек снять историю эта история должна быть в одной локации в двух локациях а дело в том что грант это история для начинающих это проба сил это возможность заявить о себе и в том числе хорошие шансы опять же создать какое-то подобие движения в индустрии на месте мне кажется что любому художнику очень вас важно высказаться о том где он живет и чем он живет и сейчас у нас такое время когда честный художник он не может быть его высказывание ну практически нереально мне кажется снять на деньги государственные я не представляю себе чтобы вы выдали например чтобы государство с удовольствием поддержала историю о том как наглые чиновники вытворяют непотребство в маленьком городе и поэтому все спиваются от ужаса я могу рассказать по истории например на конкретном примере у нас есть замечательный начинающий молодой сценарист юра шевцов его зовут кстати врач рентгенолог и сейчас мужественно борется с к видом в городской поликлинике номер пять но при этом пишет замечательные сценарии и в прошлом году его дебютный сценарий участвовал в шукшинском питчинге и мы его взяли под свою продюсерскую опеку и том числе продвигали на кемеровский питчинг осенью вот у него история как раз очень злободневно и актуальны как раз о том самом несколько взорвавшимся городском чиновники который в общем-то попадает на собственные грабли которые он расставлял по городу плохие дороги отсутствие горячей воды и все прочее прочее такая комедия комедийная история сатирического уклона в жанре фильетон и я понимал прекрасно что в этой истории шанса получить грант нет наверное и пока по крайней мере ну весь шанс что мы эту историю с ними собственными силами нет ли у вас таких ограничений что вот если вы там получаете зарплату государственную то будьте любезны а вы думаете что государственный зарплатам и мыслить государственно я не получаю государственную зарплату я скажу что у нас нет никакого финансирования государства unbedingt коммерческая организация вы грубо говоря живете на гаранты которые как ну и гранты мы получили лишь один гарант за три года на фестиваль экранизаций который мы тоже проводим в рамках нашей деятельности и все собственно говоря на этом всяческие финансовые отношения с государства нас заканчивается вы сами зарабатывать, организацией вот этих съемок каких-то крупных? Молодежный центр не зарабатывает денег. У молодежного центра есть одна задача. Собрать команду под конкретный проект и вообще найти единомышленников. У нас даже нет какого-то места, где мы собираемся. Почему вы до сих пор здесь, в нищем Алтайском крае, где в целом культура по большому счету, ну прям по-честному, никому не нужна? Никто здесь особо фильмы снимать не хочет? Почему вы до сих пор здесь, а не в Москве, где есть какие-то деньги на это, есть какие-то проекты, есть ну какая-никакая, но свобода взглядов, ну правда, некоторых потом судят. Здесь, как всегда, есть две стороны, две правды. С одной стороны, действительно, да, в Москве больше шансов. Я скажу даже, что в Питере, в принципе, та же самая ситуация, что и в Барнауле, это не важно. Потому что питерские кинематографисты считают себя тоже провинцией и мечтают о тех шансах, которые предоставляет Москва. С одной стороны, да, там индустрия, там продюсеры, там финансирование. Но, с другой стороны, сегодня технологические возможности позволяют снимать и здесь. И, в общем, финансирование, конечно, никогда не помешает никакому проекту, но, тем не менее, есть у нас ребята, которые вкладывали большие, достаточно по местным меркам, деньги в свои проекты и, в общем, заканчивалось все ничем. То есть миллион, там, грубо говоря. Сейчас я знаю ребят, которые вкладываются неплохо. Но почему здесь, скажу опять же историю, вот есть у меня прекрасный коллега, Мишка Лунаков, режиссер из Горноалтайска, он 10 лет в Питере работал, снимал, и снимал очень неплохие фильмы, и он вернулся. И он работает здесь, потому что, он говорит, я не могу оторваться от корней, я могу снимать только здесь, на этом материале, с этими людьми и чувствуя себя дома. И, наверное, все, кто здесь остался и не уехал в Москву, они тоже думают о том, что они когда-нибудь снимут алтайское кино. Почему у нас вот люди, которые остаются здесь, на Алтае, хотят снимать про Алтай, они все равно делают какие-то устремленные истории, и в этом нету Алтая? Вопрос идентичности очень сложный, и, наверное, никто на него вам не даст ответы, что является алтайским кино. Скажу вам так, вот буквально несколько дней назад я в очередной раз пересмотрел замечательный фильм «Кострома». Вы его видели? Нет. Рекомендую очень. Фильм «Кострома», производство СТВ-студия, продюсер Сергей Сельянов, всем известный, «Брат», «Брат-2», все фильмы Балабанова. И, к сожалению, мало кто об этом фильме знает, он был снят в 2002 году на территории Алтая. Кастинги проходили в Алтайском крае, снимался он в Чемальском районе, насколько я помню, режиссер Валерий Суриков, он тоже алтайский режиссер, он из города Биска или из села Зонального, я уже точно не помню. Я считаю, что вот этот фильм как раз, он алтайский фильм. Когда идентичность ищется не в заборах, как вы говорите, да, там и не в полях с комбайнами, а в каких-то вот глубинных архетипичных вещах, как славянская мифология, языческая мифология, где-то здесь вот, я считаю, близко корень к тому, к чему хотелось бы, наверное, нам всем прийти. Вот здесь копаем, хотелось бы копать. Вот я смотрю вселенную Линча, и я вот в ней узнаю ту особенную Америку, которая, вот она есть такая особенная Америка, очень отличная от Америки небоскребов. Я вижу там какую-нибудь вселенную Уэса Андерса, она, конечно, более придумана, но она тоже мне очень... Да господи, вселенная, например, трейнспотинг, да, например, я вижу эту британскую, британских этих парней, которые не знают там, куда им податься, потому что там у них вот вся их жизнь, она вот такая. Но вот в принципе у Алтая тоже есть и может быть подобная как раз идентификация, но почему-то никто эту идентификацию не выкристаллизовывает. Вот почему? Она складывается из очень многих вещей. Мы, наверное, сейчас затронем такой глобальный пласт, который называется вообще культура, да, потому что кино не является оторванным, оторванной частью какой-то отдельно стоящий. Вот кино снимается, и мы забываем о том, в каком мы находимся экономическом состоянии или культурном состоянии. Это невозможно абсолютно сделать. И если эта идентичность в кино существует, то это значит, что она проявляется и на уровне осознания вообще жителей этого региона. Кто мы есть? Мы. В конце концов, вечный вопрос, да, мы скифы, мы или не скифы? Кто мы, азиаты или европейцы? Вот здесь, кстати говоря, в центре Евразии, это очень важный вопрос как раз осознания. И, опять же, Шукшин наше все. Он так или иначе, может быть, не озвучивает это впрямую, он все равно вертится вокруг этого вопроса. И пока мы эти вопросы не решим глобальные, конечно, речи не идет о том, чтобы эта идентичность появлялась в проектах алтайских кинематографистов. Наверное, в первую очередь в поиске ответов для себя, каждый режиссер, вот эту идентичность начинает... Вы правильно, у вас хороший вкус, мы во многом совпадаем Дэвид Линч и Дэнни Бойл. И Уэс Уэс Андерсон, да, прекрасные режиссеры. И вот хотелось бы, чтобы у нас появился такой алтайский режиссер, кроме Шукшина, молодой, ныне, здравствуйте. Есть ли предпосылки? Вы прям вот мой вопрос предвосхитили. Есть ли предпосылки, чтобы появилось у нас что-то, кроме Шукшина? Потому что Шукшин, конечно, наше все, но Шукшин — это все совершенно в других реалиях. Реальность поменялась. Вот сегодня Шукшин нашим всем, по сути, быть, ну как бы уже он не может. Ну я бы с вами, наверное, поспорил. Я бы хотел сказать так, что нам нужен новый взгляд на Шукшина. Я могу привести пример. Мы недавно проводили лабораторию видеопоэзии Роберта Рождественского. И как раз вот этот новый взгляд на поэзию через видеопоэзию, мне кажется, у нас получилось. И вот этот новый взгляд на Шукшина, на его творчество, на его идею, он, конечно, нужен сейчас. И если говорить опять же про... Возвращаясь к вопросу об идентичности, об идентификации, кто мы есть, я вам не могу сказать, получается у наших молодых режиссеров или нет. Потому что мне кажется, вопрос каждого конкретного режиссера — это степень зрелости, прежде всего. Это не касается технологических вопросов. Но опять же, да, привязано все к культурному пространству, в котором мы существуем. Если это культурное пространство депрессивно, если у нас не формируется креативный класс, а я говорю о креативном классе очень широко, это творческие страты фотографа, дизайнера, музыканта. Я вам больше скажу, кино, если на него посмотреть отстраненным взглядом, является самым лучшим идентификатором того, что вообще происходит в культуре региона здесь сегодня. Нам могут говорить, что у нас прекрасные спектакли, есть прекрасные актеры, есть прекрасные музыканты, художники. Но вот в кино у нас они есть, у нас в кино нет этих ни актеров, ни музыкантов. Я считаю, что как раз это лучший показатель того, в каком мы состоянии действительно сейчас находимся. Вот когда по всем, по всем вот этим вот творческим стратам и пространствам будет движ, употребим такое слово, и энергия, и дыхание живое, тогда в кино начнет происходить тоже очень интересные вещи. Режиссерство, оно потеряло свою эксклюзивность? Мы сейчас переходим к философскому осмыслению кинематографа. Этот путь не может быть, опять же, вырван из контекста среды, в которой мы существуем, цифровизации. Вот вы говорите о том, что сегодня может каждый снять на телефон. Да, вот мы архаично привыкли осмысливать кинематограф как единицу измерения фильм. А сегодня кино, оно уже совершенно другое. Появляется проект Дао, Ильи Хрожановского, 700 часов материала, 14 фильмов. Это нельзя называть сериалом, это один проект. Появляются мультимедийные видеоинсталляции. У нас, кстати, такой опыт был. Я лично был режиссером проекта «Легенда о голубой даме». Несколько лет назад мы его делали в рамках «Музейной ночи». Но это тоже кино, в любом случае, кино просто на стыке разных жанров, анимации, инсталляции, 3D каких-то там перформансов и прочего. И найти вот этого человека, который бы стал тем самым нашим данком и поднял флаг алтайского кинематографа, я думаю, нет смысла. В первую очередь нам нужно, наверное, просто не потерять тех людей, которые сегодня работают вместе и верят в то, что возможно что-то сделать. Потому что вот это вымывание творческой среды, в связи с отъездом талантливых ребят в столице или в более крупные мегаполисы, конечно, этот фактор очень сильно бьет по возможностям, которые у нас есть. Меня всегда пугает объединение в очень маленькой локации вроде Алтайского края, объединение всех творческих людей в одной сфере, потому что часто это приводит к тому, что, грубо говоря, явление само себя съедает. В каком-то роде мы начинали вот с этих старых привычных форматов, но постепенно мы от них отказались, они совершенно не работают сегодня. А даже вот в рамках киноклубов, которые мы проводили, или подобия киноклубов. В этом плане мне очень нравится то, что сегодня формируется между регионами, между кинематографическими сообществами, так называемые горизонтальные связи, когда нет какого-то единого центра сверху. Хотя многие пытаются взять на себя эту роль, примерить, и какие-то общие инициативы распространять по регионам, но это другая история. А вот эти горизонтальные связи, которые выстраиваются на уровне понимания того, куда мы движемся, что нам нужно делать, общих каких-то идей, средств, возможностей, вот они работают. То есть когда мы можем просто одним движением руки в соцсетях привлечь кого-то из соседнего, допустим, Республика Алтай. Все наши соседи, мы сейчас с ними в хорошем очень контакте. Поэтому сегодня действительно вот эта вот схема, мы все собрались, в очередной раз полюбили друг друга, и творчество Тарковского, она не очень, наверное, работает, хотя я не против абсолютно. Но я понимаю, что этот путь, который не продуцирует ничего нового абсолютно. Кино – это, наверное, то самое искусство, которое было всегда ближе всего к народу, ближе всего к людям. Ну, по-честному, вот кто у нас понимает живопись глубоко? Ну, это там ровно полтора человека. Кто у нас глубоко понимает хорошую классическую музыку без объяснения? Почувствовать – да, могут разные люди. Понять ее, разобрать – очень мало людей. И поэтому меня всегда удивляет история про арт-хаус, особенно локальный арт-хаус, потому что, как бы, а зачем? Мы же с вами разные, тоже говорим на разных языках, поэтому всем цветам цвесть. Другое дело, что арт-хаус тоже разный. Есть арт-хаус, который можно назвать заумью, дурью, и просто дырные фильмы. Ну, есть фильмы и авторы, которые задают какие-то новые вопросы или предчувствуют. Предчувствие – мне нравится слово. Слово арт-хаус в последнее время стало таким синонимом дурного вкуса, плохого, непонятного кино с ужасной актерской игрой, где обязательно какая-нибудь женщина орет и бьется головой об стену. Вот это как бы что-то такое. А вот что такое хороший арт-хаус? Ну, вы какой-то ждете от меня универсальной кодировки этого явления и с тем, чтобы люди, которые не понимают арт-хаус, сказали, а, вот сейчас я воспользуюсь этой методой, и я все пойму. Я вам скажу, что я 90% этих фильмов точно так же не понимаю. И не хочу понимать, наверное, потому что есть просто дурновкусие, есть плохое кино, и которое очень хорошо маскируется просто под общее понимание. Я автор, я так вижу. У меня вот арт-хаус. К сожалению, именно вот это и очень здорово подорвало доверие к тем жемчужинам, которые есть внутри авторского кино и арт-хауса. Назовите нам несколько фильмов, с чего начать. Я вообще считаю, что самый крутой арт-хаус – это советские мультфильмы. Я вспоминаю свое детство, насколько на меня производил впечатление. Пластилиновая ворона. Нет, ну, ребята, господи, «Ежик в тумане». «Ежик в тумане» – ну, да. Гениальнейший абсолютно арт-хаус. Я в реке. Пускай река сама несет меня. Решил ежик. Как мог глубоко вздохнул. И его понесло вниз по течению. Потому что этот мультик действительно просто западает, и ты его всю жизнь переосмысливаешь. Вот он, пожалуйста, арт-хаус. Я вспоминаю, когда мне было 15 лет, я не понимал творчества Тарковского и увидел фильм «Солярис». И мне этот фильм упал этим пазлом. И стал тем самым толчком, чтобы я познакомился вообще со всем творчеством этого режиссера. И думаю, что если есть у человека конкретная потребность смотреть это кино, он свое кино найдет. Что такое кинематограф в среднем, усредненном плане? Это борьба со скукой. Одни режиссеры снимают, чтобы бороться со скукой, другие смотрят кино, чтобы бороться со скукой. Вот если ты хочешь развлечься, зачем развлекать так сложно? Каждый режиссер, в принципе, у него есть своя поляна, о которой он топчет. И вот не буду называть фамилию, работал в качестве продюсера на одном проекте. Молодая девушка-режиссер. Она большой знаток французской новой волны. Обожает Робера Брессона. Для нее Александр Сокуров – это киногуру и наставник. Но она не видела ни одного фильма Квентина Тарантино. Ни одного. И при этом она снимает очень хорошее, качественное, приличное кино. Не верю. Ну вот. И, в общем, большинство режиссеров, они, конечно, погружены в себя и исходят из себя. Есть ли какие-то критерии хорошего и плохого кино? Если фильм отвечает тебе конкретно на твой вопрос, значит, он имеет право быть… И даже если это плохое кино, да, плохое кино существует, в моем понимании. У меня есть какие-то свои критерии плохого фильма. У меня, кстати, организм всегда отвечает на то, хорошее кино это или плохое. Потому что если у меня устает пятая точка во время просмотра, я начинаю считать монтажные склейки, длину кадра, значит, кино не удалось. А если есть погружение, если есть идентификация с героем, если ты отвечаешь на какие-то вопросы, я опять же упомяну это слово «предчувствие», оно мне нравится. Если фильм отвечает на твои предчувствия, то, что это тобой лично не оформлено, не высказано, и вдруг озарение, да, вот, пазл сложился. Этот фильм переводьте на новую ступень, скажем, громко, может быть, даже и духовного роста, если есть такая потребность. Или даже если это развлечение. Даже если это развлечение, он выполнил свою сугубо бытовую функцию. А нужно ли, нужно ли как-то объяснять кино? Потому что сейчас очень модная история – это киноклубы, суть которых не просто посмотреть фильм, а как бы… Разобрать по полочке. Выяснить, что хотел все-таки сказать автор. Если людям хочется встретиться, общаться, обсудить, кто ж против. Другое дело, я знаю много режиссеров, которые смеются в голос над трактовками их картин. Это, кстати, нормальная история, когда зритель видит одно, то, что даже, может быть, режиссер не закладывает. Режиссер не может зачастую понимать. Человек интуит, творческий человек. И я так просто вижу на данный момент, да, через другой человек увидит по-другому. И в киноклубах, конечно, зерно очень большое, положительное есть, поскольку, как вы говорите, объяснять кино. Наверное, нужно объяснять не кино, нужно объяснять человека, в первую очередь, в рамках киноклубов. Поэтому мне вот эти истории, когда приглашаются к обсуждениям психологи, они мне очень нравятся. Потому что объясни человеку, кто он есть, тогда он найдет свои фильмы и свой показ. Вот вы вышли из ТВ, да? Удивительно, но еще 10 лет назад ТВ считалось более низким жанром. И то, что делалось на ТВ, считалось, ну, как раз таким развлекательным-развлекательным. А вот фильмы – это что-то выше, лучше, интереснее. Но буквально за последние несколько лет ТВ-проекты и даже интернет-проекты вроде Нетфликса взяли и просто заткнулись за пояс всю киноиндустрию, выпустив просто невероятные, крутые, очень качественные проекты. Вы вообще как видите развитие, куда пойдет кино дальше, чтобы у него была какая-то перспектива? Я вообще, кстати, очень рад, что мы живем в такое революционное время сменой форматов, не технологических форматов восприятия. В последнее время, в последние, наверное, месяцы на меня наибольшее впечатление произвел испанский проект, как раз созданный Нетфликсом. Это фильм-платформа Гастелло Урути, испанского режиссера. Он создан как раз был Нетфликсом для стриминговых платформ. И вот сегодня вот это развитие стриминговых платформ, в том числе и российских, и с другой стороны, огромное количество телевизоров, поддерживающих функции смарт-ТВ, умного ТВ, которые появляются у населения. Он, конечно, формирует другой абсолютно коннект между режиссером, его идеей, его трансляцией, его идеей и зрителем. И вопрос, где будет традиционный кинематограф, он сейчас завис. И где будет традиционный телевидение особенно. Традиционный телевидение, наверное, сейчас поддерживает форматы кино и сериалов. Еще в некотором роде инерционно сегодня. Возможно, что в ближайшее время кино вообще уйдет в прямой контакт между потребителем и платформой. Как будто бы мы догоняем поезд, и как будто бы сейчас местные режиссеры пытаются делать примерно то же самое, что делал Шукшин. Хотя поезд уже давным-давно уехал, и даже не уехал, а улетел на Марс вместе с Илоном Маском. Это не простой вопрос догонять поезд, потому что существование в условиях провинции, путь режиссера провинциального, это вообще путь бесконечного разочарования. Ты все время догоняешь поезд, который давным-давно ушел, и все время снимаешь то, что кем-то уже снято. Я знаю огромное количество ребят, которые начинали снимать а-ля Тарантино. Я говорю, ребят, Тарантино снимал 20 лет назад, он сейчас уже снимает совершенно другое кино. Если вы видели последний фильм «Однажды в Голливуде», это другое кино. Причем оно многим не нравится, но я его обожаю. Где-то грань, когда ты повторяешь старое, чтобы научиться, и когда ты должен начинать создавать что-то новое, создавать вот этот самый пресловутый новый алтайский кинематограф. Его сейчас нет, я с вами согласен. Поэтому мы стараемся не столько обучить людей, когда с ними общаемся, сколько дать понимание того, что сейчас происходит вообще. А если говорить о новых форматах в регионах, в других регионах, еще пока не у нас. Это как раз о той связке, что происходит вообще в культурном пространстве региона, насколько оно подготавливает режиссера к осознанию новых форматов реальности. В Казани уже есть формат интернет-сериалов с продолжениями, с выбором вариантов развития. Вот такие технологические штучки, дрючки, они существуют. Нам еще пока до этого далеко. Но, тем не менее, вот сейчас есть проект у нашего молодого режиссера, который работает на стыке кинематографа и видеоигр. Очень хотелось бы, чтобы у него получилось. Посмотрим, что из этого выйдет. А не получается ли вообще, что вся эта история, мертворожденный ребенок, и смысла его реанимировать? Нет, почему? Потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, это постмодернизм. Но вообще постмодернизм, на мой взгляд, убедительно выглядит, когда под ним есть какой-то хороший классический фундамент. Обычно этот фундамент, он как раз вот в такой хорошей классической школе в понимании, что такое классная классика. Но обычно это все дается образованием. У нас же нет никакого хорошего кинематографического образования. Абсолютно. У нас нет ни одной киношколы. В каком контексте вы употребляете постмодернизм? Потому что постмодернизм, собственно говоря, он отрицает как раз традиционную школу. Или появляется на разрушенных каких-то платформах. Чтобы что-то разрушить, понимаете, это что-то должно существовать. Вот сейчас мы думаем над теми форматами, стоит ли нам организовать что-то, какое-то подобие классической киношколы. У нас были такие идеи, но почему-то я всегда внутренне сопротивлялся этому. И вот эта пандемия, будь она неладна, она, кстати говоря, нас сейчас подвигает на новые форматы. Когда мы понимаем, что, оказывается, можно организовать киношколу с очень крутыми ребятами, которые не будут выходить из-за своего компа в Москве или в Лос-Анджелесе. И, в общем, это все реально абсолютно. И в ближайшее время мы очень бы хотели протестировать. Потому что сегодня для регионов большой шанс как раз догнать этот поезд. Не в паровозе, который идет сзади, а совершенно другим телепортом эти телепорты есть. Дмитрий, вам спасибо большое. Ваш идеальный фильм, на который, если бы вам сказали, ну вот все условия, которые нужны, мы их соблюдем. Пойдем, только снимай. А в чем, а в чем бы был этот фильм? Недавно написал небольшой сценарий короткометражного фильма. Когда я поставил точку, я понял, что этот фильм, главные все герои этого фильма, все алтайцы. В прямом смысле. Они все алтайцы. Хотя я не алтайец. И все происходит, все действие происходит в горном Алтае. И вот возвращаясь к самоидентификации и поиску этой идентичности, наверное, я бы хотел снять кино точно там. Было бы у меня вот это количество денег, про которое вы говорите, пресловутые возможности, конечно, это кино было бы снято там. И возможно даже и вот в том формате, о котором я говорю, действительно, на алтайском языке, например. Почему нет? Вот просто оттолкнуться от этого, почему мы здесь на Алтае живем, собственно говоря. Слушайте, ну а это вообще адекватно, например, снимать про чужую идентичность? Я просто знаю, что, например, очень многие как раз вот Лантимоса, он же грек, а снимает он в такой манере очень холодной, скандинавской. Это вы клык имеете в виду? Да, клык, лобстер. Я слышала о том, что его очень сильно ругают за то, что он как будто бы ворует чужую идентичность. Вот это очень интересный вопрос о чужой идентичности. Я вам просто расскажу историю. В моей фильмографии есть такой проект, называется он «Гималайский дневник» четырехсерийный телевизионный. Я его снимал в Индии. Мы с приятелем просто поехали и путешествовали по Гималаям, побывали у Далай-Ламы, побывали в Нагаре у Рериха. Я оттуда поехал как убежденный буддист, ну почти, без пяти минут. А вернулся я оттуда с православной идентичностью. Я не говорю, что я православный или религиозный, но я просто понял, что если ты рожден в этих березках и с этими куполами, тебе нужно от этого отталкиваться. Зачем вам это нужно было? Вам, простому русскому человеку, тут березки, тут алтайцы, и там Далай-Ламы. Ну к чему это все? Это поиск себя, опять же, бесконечный, вечный, бесконечный. И я скажу, что, наверное, какую-то часть себя я там нашел. Но в первую очередь это человек, который ищет. Ищет и не может найти. А ведь не найти, это же тоже найти. Ну, хотелось бы найти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!